первая картинка автозапуск то есть она не срабатывает анимация автоматически нету вы сразу видите ваши миниатюры вот в таком затемненном вот в таких прямоугольниках возможно вам это больше понравится и только при наведении я вижу какой-то результат то есть раскрывание так вот изображений то есть это достаточно тоже я что интересно то есть оставить это вот так кому-то возможно будет полезно я оставлю пока по умолчанию наследовать а как вам такое при наведении не просто то что вы видели а посмотрите я поменял эффект по-моему это просто с ног сшибательная просто навожу мышь и посмотрите что происходит на самом деле эта вкладка оптимизация макета следующая вкладка давайте рассмотрим эффекты перехода я взял самый нижний эластичная кривая просто для примера у вас стояла наследовать ну и соответственно пошли смотреть другие ли эффекты линейный переход сохраняемся идем на сайт обновляемся наводим мышь ну ничего интересного да в принципе как было наверное до этого дальше квадратичный переход сохраняемся идем на сайт обновляемся смотрим но тоже я не вижу разницы в общем давайте посмотрим еще несколько вариантов и чтобы не тратить время да вы потом уже в свободное время без меня потестируйте что-то возможно вам заинтересует либо вот эти эффекты они не работают либо я не вижу разницы я увидел разницу только у последнего эффекта эти я почему-то не вижу дальше тип эффекта перехода есть авто в начале в конце в начале в конце ну я не знаю как это визуально вот в начале в конце я посмотрел ну вот визуально я не вижу разницы поэтому у меня здесь остается наследие и дальше длительность слайда укажите длительность эффекта перехода в миллисекундах 1000 миллисекунд одна секунда это понятно на не заполняете для системного выбора ну то есть смотрите вот этот вот эффект перехода это больше чем секунды я вижу да соответственно если мы поставим 1000 это будет быстро это одна секунда давайте посмотрим обновляюсь происходит анимация но то ли это не действует в общем автоматически все равно идет долго если я поставлю одна секунда вот здесь есть небольшая путаница вот смотрите длительность слайда это на самом деле а вот одна секунда вы видите как переходит резко без каких-то вот таких вот колебаний когда этого было это здесь соответственно если мы здесь убираем чтобы посмотреть разницу обновляемся и видите эффект он немножко влево вправо колеблется вот это поле это как раз таки здесь именно скорость его если я поставил один одна секунда вы видели этого колебания даже нет а вот именно интервал проставляется здесь например оставлю одна секунда обновляюсь происходит что-то такое вообще дикое просто автоматически происходит постоянное то есть вот я не знаю как это даже назвать дрожание а возможно это ошибка то есть здесь возможно надо проставлять в миллисекундах попробуем поставить тысяча миллисекунд если здесь это так считается это значит одна секунда обновляемся да это было скорее всего ошибка нужно проставлять именно в миллисекундах обратите внимание проходит по сути одна секунда и эффект срабатывает то есть вот этот интервал он проставляется в нижнем поле на называется он ожидание следующего ну немножко коряво перевод на самом деле это интервал анимационный тысячи миллисекунд одна секунда если нужно чтоб так быстро перелистывалась пожалуйста если не оставьте 3000 миллисекунд это три секунды или просто оставляйте по умолчанию если вам а вас устраивало потому что вообще наверное тут по умолчанию 3000 и так и стоит принципе можно убрать и будет около трех секунд где-то работать следующая вкладка остальные параметры но это обычные параметры всех модулей джума то есть глобальные здесь обычно мы ничего не трогаем дополнительные параметры это тоже джумовский раздел и право доступа здесь нам принципе ничего не требуется сделать а вот они в принципе настройки основные настройки именно если мы настраиваем один отдельный модуль я думаю вы видели что настроить можно абсолютно гибко размер картинок скорость отображение макет и так далее мы конечно сейчас с вами будет найти другие варианты мы с вами рассмотрели это только альбом один альбом надо еще посмотреть элементы надо посмотреть еще статьи джума как это отображается и так далее поэтому мы с вами из альбом можем выйти этот альбом будем считать что мы с вами настроили еще одна тонкая деталь а то что я говорил вам по настройкам вот индивидуально если мы настроили модуль посмотрели с вами все настройки не все настройки здесь отображены в глобальной все же есть некие настройки которые не показываются в данном модуле и и значит они скорее всего глобальны для всех давайте их посмотрим То есть, это компоненты DJ Media Tools. Вы видели настройки, мы с вами только что прошли. Если здесь перейдем в настройки, давайте посмотрим отличия. Album Limit Per Page. Limit на странице. Показ заголовка альбома. Ширина картинки альбома. Высота картинки альбома. Вот у нас размер обрезка стоит. Качество картинки. Помните, я вам об этом говорил. Здесь уже стоит качество 80. Отображение альбома, отображение элементов. Вы сами можете сравнить отличия. Вот, например, именно Discuss. Это у нас система комментариев. Мы можем подключить, как я понимаю, сюда. Соответственно, здесь это и есть отличия. Ширина окна, высота окна, вот, например. Тоже у нас этих настроек нет. В модуле здесь они отдельно. Основные параметры альбома. Вы тоже можете посмотреть. Вот по умолчанию слайд-шоу, то, что мы с вами макет смотрели. Но эти у нас дублируются настройки. А вот ширина картинки и высота по умолчанию у нас стоит здесь. Это глобально, можно изменить здесь. Соответственно, ширина эскиза, видимые картинки, место между картинками. Все здесь настраивается. Параметры элемента макета. Оптимизация макета, например. Вот здесь вот вы видите, если хотите загрузить свои кнопки. Кнопка назад, далее, play, pause. То есть таких опций нету в самом модуле. То есть это значит для всех можно какие-то свои кнопки загрузить. Соответственно, вертикальное положение навигации, горизонтальное положение навигации, настройка позиции навигации, выравнивание навигации. Навигация, вот это управление, да, мы сейчас, наверное, попробуем загрузить свои кнопки, посмотреть, как это будет выглядеть. И есть еще настройки изображения. Эти настройки тоже здесь находятся. То есть их нету в модуле. Максимальный размер картинки, размер части в килобайтах, максимальная ширина при изменении. То есть по умолчанию, да, здесь все стоит. И качество изображения также здесь стоит уже чуть меньше. То есть мы их оптимизировали, плюс здесь еще качество уменьшится. То есть не делайте картинки, если вы готовите слишком сжатого качества, или здесь надо выставить 100. Потом, использовать водяной знак ставить нет. Да, вот как раз таки водяной знак. Если у нас с вами изображение уникальное, если мы фотографы, или вы делаете какую-то аппликацию в редакторе, в фотошопе, и что делает ее уникальной. То есть я вам просто говорю, не заморачивайтесь, если вы картинки своровали, грубо говоря, с интернета, или скачались с фотостока, или купили даже их, они все равно как бы не ваши. Смысл вешать на них свой водяной знак, нет. Водяной знак это торговая марка, это ваш бренд. То есть вы водяным знаком показываете, что это ваши работы. То есть это аппликация или фото, то есть вы фотограф, что может быть еще, не знаю. Или рисунок. Это графический, какой-нибудь планшет, вы что-то нарисовали кистью, неважно, это можно сказать аппликация. В общем, все, что эксклюзивно ваше, что вы сделали вашими руками, и нигде это больше не дублируется, только на вашем сайте, только тогда вы можете заморочиться с водяным знаком. Если вы еще не поняли, что такое водяной знак, это маленькая картинка в углу вашей картинки. Это, например, логотип вашего бренда. Давайте, в принципе, посмотрим, как это вообще будет выглядеть. Здесь это настраивается, вообще посмотрим, как это работает. То есть, если мы используем водяной знак, то использовать водяной знак выставляем «Да». И нужно заготовленный водяной знак, это маленькая картиночка, обычно здесь загружается в формате PNG, то есть, ну, с прозрачным фоном. Я загружу, для примера, свой логотип. Также с компьютера выбираем. Ну, например, картинка вот эта вот, небольшая. Мой логотип, 400 на 133 пикселя размер. Например, загружаем. Выбираем, вставить. Дальше, настройки по водяному знаку. Размер водяного знака 20%. Ну, давайте пока просто посмотрим, как он отображается. И выбрать позицию, где отображать данный логотип. Позиция водяного знака по горизонтали. Влево, по центру, вправо. Позиция водяного знака по вертикали. Внизу, то есть, выбор по центру, вверху. И сохраняемся. Чтобы нам увидеть водяной знак на уже загруженных изображениях, нам нужно еще кое-что сделать. То есть, сразу обновить страницу. Водяной знак мы не увидим. Нам нужно пройти вот здесь вот кэш, картину ККСС и нажать оптимизация изображения. То есть, и дождаться, когда вот здесь вот ползунок 100% нам покажет. Ну, и потом нажать удалить из кэша информацию. И вот можно еще очистить кэшированные таблицы стилей. Нажать. После этого обновляем страницу. Логотип. Вот видите, водяной знак накладывается, где я и хотел. Единственное, что я выбрал размер большой. То есть, если я зайду в водяной знак, давайте еще раз посмотрим. Я выбрал размер водяной знака 90. Вы видите, что достаточно большой размер, наверное, здесь. Поэтому я выбираю, наверное, 50. Если я сохраняюсь, еще раз вам сейчас наглядно покажу. Смотрите, если мы обновляемся. Размер не меняется. Опять нам нужно проделать манипуляцию. Вернуться кэш картинок, нажать оптимизация изображений и дождаться. Вот сейчас идет процесс оптимизации. Еще раз. Дождались 100%. Вот здесь. Нажимаем удалить 36 картинок. Удалить таблицу на всякий случай. Вот логотип стал совсем маленький. То есть, его можно менять. Вы его практически не видите. Он вот здесь внизу у меня. Не забывайте чистить кэш самого сайта, чтобы увидеть изменения. Горячие клавиши Ctrl плюс F5 на клавиатуре. Вот здесь она маленькая прям. Я потому что зашел еще раз в настройки. и я сделал размер водяного знака 10. Наверное, сделан 30 все-таки. Сохранить, закрыть. Произведу еще одну оптимизацию. Вот сейчас, вы видите, он стал больше. То есть, я даже не прибегал к оптимизации изображений, просто удалил из кэша и удалил таблицу. И вот здесь вот сразу вы видите, уже побольше логотип. легко все делается на каждой картинке свой логотип. Давайте попробуем поставить свои элементы управления, кнопки на слайд. Где взять кнопки сразу, чтобы быстро не искать, можете перейти на мой сайт fedorvasiliv.com, прокрутить самый низ, перейти здесь на вкладку рекомендую, на этой вкладке прокрутить вниз и найти icon finder, сервис для иконок, здесь есть ссылка. Просто, чтобы не искать, удобно вам будет перейти. Здесь надо искать на английском языке, например, кнопка play, пишем play, нажимаем поиск. Здесь слева сразу я рекомендую отсортировать по free, кликаем free кнопка, то есть бесплатные, чтобы скачать без каких-то заморочек. И здесь просто если вы найдете что-то интересное из бесплатных, я даже не знаю, что взять, чтобы просто наглядно посмотреть, как это будет. Например, вот эту кнопочку, здесь, кстати, можно кликнуть вот сюда и выбрать размер сразу. Пускай это будет PNG и 128 на 128. Кликаем, всплывает окно, сохраняем на компьютер. Соответственно, кнопку пауза также вперед, назад, кнопку можете здесь найти. Я, наверное, поставлю только одну кнопку, чтобы просто показать, как это работает. Остальное вы уже, я думаю, справитесь без меня. Итак, возвращаемся в админку нашего сайта. Переходим с вами в глобальные настройки. Переходим на вкладку оптимизация макета и вот здесь кнопка проигрывания. Выбираем, просто загружаем сюда нашу иконку, ту, которую мы с вами только что скачали. Загрузить, выбираем ее здесь и вставить и нажимаем сохранить. Далее, чтобы увидеть вообще элементы управления, вообще работают ли они, мы возвращаемся в наш модуль, в настройки модуля и надо поменять макет. Ну, для макета слайдер подразумевать такие кнопки, сохраняемся и здесь, то есть, вот кнопки паузы и стрелки вперед-назад это по умолчанию, но если мы ставим паузу, мы же с вами загрузили только кнопку play, то при наведении вот она, видите, play. Опять же, расположение кнопок здесь тоже управляется, нужно выбрать, значит, размер, можно сделать, то есть, настроить так, чтобы это было по центру или выбрать какой-то другую вариант макета, где это будет смотреться более интересно. Ну, в общем, вот они кнопки, то есть, они отображаются здесь, хотя они загружены именно с компонента, то есть, DJ Media Tools с глобальных настроек. Вот, мы с вами play загрузили, таким же образом вы загружаете другие кнопки. Конечно же, они должны у вас быть в одном дизайне, если вы нашли такой play, значит, в таком же примерно стиле должны быть кнопки назад-вперед и кнопка пауза. Так что здесь нужно посидеть, поискать. Ну, или эти кнопки вы сможете, если вы умеете это делать, создать где-нибудь в Photoshop. Так будет еще лучше, вы создадите свои уникальные кнопки управления. Еще хотелось показать вам соотношение макета и эффектов, что можно получить. Например, такой вариант. При наведении идет затемнение, так сказать, не затемнение, забеление картинок, а та, которую я навожу, производит некое такое увеличение. Просто прикольный эффект, чтобы вы знали сразу соотношение, как это можно сделать. Соответственно, при клике также можно оставить Lightbox. как я это сделал в альбоме, в том же, который мы с вами настраивали. Макет альбома нужно выбрать сетка галереи. Эффект картинки я выбрал вот этот вот, вот вы видите. И расстояние между картинками 10 пикселей я сделал все-таки и получил вот такой вот эффект. То есть, изначально их видно все, но при наведении другие затемняются. Есть еще маленькая поправка по настройкам. По поводу, например, кнопок Play, Pause. Я говорил ранее, что я их загружал глобально через DJ Media Tools. На самом деле есть еще один вариант, что все-таки это сработало, например, эти кнопки переключения Play, Pause именно для этого модуля. Мы просто с вами возвращаемся в альбомы. Вот альбомы, альбомы. Здесь же тоже есть настройки. То есть, вот они. По сути, это то же самое. Дублирующие настройки. Но здесь как раз таки есть. Вот они. На вкладке оптимизация макета есть свои поля для загрузки данных кнопок. Получается, что эти кнопки будут работать, должны работать для именно этого модуля. То есть, все-таки можно для каждого модуля сделать даже свои. Все свое. То есть, все эти дублирующие опции, они все здесь присущи. Я не зря зашел в альбомы. Давайте затронем элементы и ну или скажем это преимущество затронем, которые не рассмотрели еще. Помимо загруженных изображений в сам альбом мы можем легко вставить видеоролики, например, с YouTube. Берем какой-то подходящий ролик, прямо ссылку прямую на ролик и вот сюда переходим, видите, в альбоме и добавить видео. вставляем ссылку. Что происходит? Смотрите, автоматически ссылка сюда добавляется. Вставляем еще одну прямо сюда. И причем здесь можно вот так местами менять. То есть, можно только видео вставить или картинки видео между собой перемешать. также здесь описание подписать или удалить. То есть, видео вставляется прямо вот так вот легко здесь прямо в альбом. Сохраняемся. Идем на сайт, обновляемся. Здесь уже добавляется внизу наше видео. Причем, кнопка здесь видите меняется. Также, оно увеличивается. При клике всплывает окно, видео автоматически начинает проигрываться. Также, в лайтбоксе перемешка с картинками. То есть, все очень круто. Вы также должны знать, что в наш редактор при создании статьи внедряется удобная кнопка, чтобы мы могли прямо в статью в Joomla вставить любой наш альбом. Смотрите, как это происходит. Мы с вами переходим материалы, менеджер материалов. У нас пока здесь нет никаких статей, так как это чистый сайт. Нажимаем создать. Я надеюсь, вы знаете, что создаются статьи именно вот таким вот образом. Состояние выбираем, выбираем категорию, заголовок статьи. Например, просто статья. Пишите статью там, и где-то, например, в конце статьи нам нужно вставить какой-нибудь слайд, галерею, заготовленную уже заранее. Вот здесь, видите, появляется кнопка. После установки компонента DJ MediaTools появляется кнопка DJ MediaTools. Мы просто кликаем по ней, здесь будет список наших альбомов, можем прямо отсюда создать альбом, есть сортировка, фонда, альбомов, 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 и, и. Продолжение следует...